Нужно магическое зелье. Поушен крафт, ребят, мы... Понятное дело, что мы все уже в игре прошли, но нам нужно 100 рецептов. Для достижения 100 рецептов нам необходимо зелье магического зрения, новый рецепт. Раньше мы его изготавливали при помощи... Ну, кстати, хороший рецепт. Всего лишь один колдовской гриб, а колдовских грибов у нас какое-то количество уже есть. Два водоцвета, ветроцвет и зеленый гриб. И все просто ты свариваешь, и изи. Изи. Действительно хорошее качественное зелье, но давай попробуем какое-нибудь альтернативное. Без применения, к примеру, каких-нибудь зеленых грибов. Или же без применения колдовских грибов. Ну, то есть, чтобы... Ну, ты понимаешь. Давай попробуем через низ пройти вообще. Мне кажется, через низ это было бы попробовать неплохо. Для этого нам потребуется болотный гриб, к примеру. Болотный гриб это хорошо. Раз. Далее. Почему бы нам не использовать, к примеру, путоросли, которые нас могут достаточно далеко доставить. После чего мы сможем использовать, ну, к примеру, грозовой чертополох, который доставит нас, ого-го, как далеко. Далее. К этому грозовому чертополоху мы бы могли добавить, например, колдовской гриб, но... Мы так и сделаем. Серьезно? Да, серьезно. И этого хватит? Да за глаза. А уверен? Да. Уверен. Так это ж вообще четыре материала. О том и речь. Хорошо. Но все равно мы потратили другие ресурсы, как ты понимаешь. И за счет этого мы сможем создать новый рецепт, что нам как раз-таки в копилочку очень даже нужно. Сейчас. Давай только здесь вот аккуратно. Здесь нужно нежнее. Не хотелось бы в самом начале прям заруинить. Еееей! Третьего уровня. Слушай, а классный какой рецепт получил. Сходу прям, понимаешь? Профессионал просто. Просто профессиональный алхимик тут. Ну, что сказать. Да? Ты посмотри. Я понимаю, что 52 всего. Это из-за путерослей. 52. Но здесь у нас используется 5. Понимаешь? А здесь 4. То есть мы значительно упростили рецепт. И прям идеально. Просто идеально. Сейчас заменил зелье света. Кстати, зелье света да, нужно заменить. Согласен. Для начала вот это. Магическая энергия на исходе. Это не проблема. Конечно, большинство зелья мы будем продавать вот так. То есть мы будем добивать только те, которые, ну вот, нужны. Спуститься с горы нужно тебе. Хорошо. Спуститься с горы, к сожалению. Но здесь я не смогу изменить. То есть зелье левитации у нас есть одно и есть второе. Мы будем применять оба, ну, потому что иначе никак. Зелье магического восстановления. Мы можем применить, кстати, есть 2 колдовских гриба у нас. Даже много их достаточно. Но пока нет. Все? И это все? И это все на сегодня. Хорошо. Тогда поспали. И собрали. Собрали, собрали. Все. Point and click. Ну. Он меня задушил. Он меня реально душит. Он даже скидку готов мне предоставить. Ну, хорошо, я возьму. Так и быть. Писали в комментариях то, что ну там же со скидкой была. Да, была со скидкой. И что? Все, купил. Теперь у меня, видите, вашими листочками поганым. Понаслушался комментариев. Листочки засрали вообще все. Ладно, ладно. Ну, дайте хоть поворчать немножко. Ну, ребят, ну, слушай. Понимаете же. Ну, надо иногда поворчать. Все. Все, хорошо. Это мы сделали. Это зелье, оно у нас паршивое. Мы его оставили. Это мусорка, считай. Мусорная корзина. Все. Далее. Что здесь? Через глубокую реку. Через глубокую реку переходят исключительно и только при помощи зелья льда. Никак иначе. Ночью не можешь уснуть. Попробуй снотворное. Зелье, которое может ударить молнией. Во! Зелье, которое может ударить молнией. Что нам для этого потребуется? У нас здесь тратилось пять единиц ресурса, в том числе и три ветроцвета. Ветроцветов хоть и много, но давайте попробуем сэкономить. Попробуем через грозовой чертополох ты хочешь использовать, что ли? Да, я хочу грозовой чертополох. А в чем проблема? Ну, ни в чем. За исключением того, что он слишком высоко нас поднимет. А мы, если тогда не пойдем по подъему? Погоди, дай подумать. Нам с тобой может потребоваться, например, бугристая свекла. Да брось ты. Зачем? Ну, так просто. Ладно, давай попробуем с грозового чертополоха начать. Далее. Нам нужно как-то вылезти. Точно не при помощи теневой лисички, потому что теневая лисичка там плохо зайдет. Вот бугристая свекла может зайти на ура здесь. Сумасшествие. Я понимаю. Теперь. Уверен? Дай подумать. Да. Ничего страшного, если мы просрем ресурсы. Далее. Мы же здесь пройдем красиво, правильно? Сейчас проверим. Вообще. Даже и не пришлось париться. Смотри, видишь, мы здесь немножко как получаемся. Вот в чем ссоль. На это и был расчет. То, что мы здесь оказались в водовороте событий. Если бы ветроцвет здесь хорошо нам помог, но нет. А если попка? Попка? Попка. Неужели попка? Попка. Чисто визуально заходит хорошо, если честно. Вот прям идеально, да? Казалось бы. Казалось бы. А если мы все-таки повыше поднимемся? А если повыше, то вообще суперидеально. Вот попку тогда и используем. Ну погодь, ну погодь, ну погодь, погодь. Сейчас мы это сделаем, так как я хочу просто попробовать пробиться полностью. Понимаешь? Вот вроде бы проходит через центр. Давай попробуем. Все, попку, если что, сделали. продолжаем варенье. Из трех ингредиентов, ребят, из трех. И попал просто идеального, понимаете, в рамки вписался. Настоящий алхимик, специалист в своем деле, конечно. Фух, дело сделано. Отлично, их я могу приготовить целых аж 112. О да, в три ингредиента неожиданно. Я и не думал, что я смогу сварить лучше настолько. Сегодня день идеальных рецептов, но в целом да, уже третья серия получается, где мы записываем идеальные рецепты. Путы росли со скидкой. Хорошо. Это тоже возьму, просто чтобы у меня их был гигантский, супер, сверхпоглощающий запас. Ух, даже меньше 35 тысяч я не опустился, и то неплохо. Так, банда головорезов, нужно исчезнуть. У нас есть хороший рецепт, прям аж 96 штук, я могу. Бам, поехал. Следующий, на высокую башню, прыжковый механизм, 95. Бам. Следующий, есть одна девушка, но она тебя не замечает. Ничего страшного. Не надо отчаивать. Тут три попки. На самом деле, для зелья очарования использовать попки, это прекрасно, мне кажется. Но слишком много попок. Нам нужно как-то, как-то сварить отсюда. При помощи попки, в том числе. Стоп, а как мы это сделали вообще? Это же было сумасшествие. Да, это было сумасшествие, но мы смогли дойти до молнии. Вот это я понимаю. А дальше как ты будешь собираться? Я не знаю. Дай подумать. Дай подумать. Давай так и сделаем. Сюда мы потратим три ресурса. Три ресурса, правильно? Три. Совершенно верно. Хорошо. Что мы там тратили? Мы тратили грозовой чертополох. Раз. То есть, по сути, та же самая молния, только с дополнительными ресурсами. После этого мы использовали бугристую, казалось бы, невозможным свеклу. Ох, плохо. Да что б тебя. Свекла, не издевайся, пожалуйста. Стебется свекла, я тебя понял. может пойдет? И так сойдет. Дальше. Попка максимальная. Там разберемся. Поехали. надо наверх. Опа. Теперь наверх. Максимально наверх. зелье света, кстати, еще нужно будет сделать. Напомните, чат, может быть, если этого зелья нам не хватит в книгу рецептов, то, возможно, зелье света нам поможет. А вот теперь важно, важно, важно сделать ветроцвет. Вот прям вот сюда, прям вот сюда, смотри. Я вставил ветроцвет, он здесь прекрасно вписывается. Он настолько идеально вписывается, что если бы в мире что-то было более идеальное, я бы не поверил. Смотри, теперь нам нужно уйти налево. Каким образом? При помощи кровошипа точно нет. При помощи попки ты хочешь выйти. Ну, там я не хочу попок слишком много тратить. При помощи кристалла? Да. Уверен? Ну, кстати, да. Хм. А если использовать вот этот кристалл? Нет, этот нет. А этот? Угненный цитрин. Мы его редко используем в целом. Вообще редко. Почти никогда, я бы сказал. Хм. Хорошо, мы использовали огненный цитрин. А как ты вверх собираешься подниматься-то? А там как раз нам поможет ветроцвет. Он же уходит вбок. Ты же понимаешь это. А грозовой? Или грозовой? Он тоже сильно уходит вбок. А ты уверен, что там расстояния тебе хватит? А мы сейчас замеряем. Вот мы в этой точке, да? В этой точке. Я плюс-минус запомнил. Где книжки зеленые? Хорошо. Если мы попробуем применить ветроцвет от этой книжки. Раз. Ну, чисто гипотетически, если... Да мы переделаем просто. Забей. Если потребуется, мы просто переделаем. Правда. Пока применим камень. Все, применил камень. Ветроцвет вообще говно. Этот тоже отвратно. Попка не поможет. И что делать? Вот. О том и речь. Грустно. Если попробовать... Чуть подкачать. Что-нибудь из этого выйдет? Нет, это все равно нам не хватит для ветроцвета. Мы это прекрасно понимаем. Так и забей. Да? Да. Мы попку могли бы сделать. Вот что. Вторую попку. Попки не хватает не так много, если честно. Вот без шуток. Нет, сильно не хватает. То есть, она будет тут проходить. Видишь, очень сильно она разобьется, к сожалению. все забили. Пусть так. Пусть так. Хорошо. Я сделаю так. Как она работает? Оно выше... Ой, прекрасно. А что я тогда парюсь-то? Я парюсь, потому что я хотел сделать дешевле. А, ну, тут как бы базара ноль. Но пришлось сделать вот так. Дороговатисто. Ладно, что бы с ним. Варим. Три элемента плюс... Три элемента плюс один. Супер дорого, да? На один элемент бы дешевле. Не, мы, конечно, потратили сейчас дешевый элемент. Один. Колокольчик. Так-то. Это спору нет. Но хотелось бы дешевше. Дешевше? Дешевше. Ну, видишь, всего 87 мы можем сделать здесь. Ну, конечно, это гораздо лучше. А сколько здесь элементов? Здесь, видишь, сколько элементов? Здесь всего лишь 7 элементов. А здесь 7 элементов. Понимаешь? Тут всего-то 7 элементов, а здесь 7 элементов. Да. Но других элементов. Ладно, окей, окей, окей. Все хорошо. Забирай. Так. Зелье галюников. У нас, по-моему, есть, да? Альтернатива. Да, есть. Альтернативное зелье галюников. Ну, кстати, они все стрёмные. А, у нас варианта нет. Они правда все стрёмные. Там галюникам очень тяжело пробиться. Прям супер тяжело. Ну, продаем то, что продается. Угу. Далее. Убивца. На некоторое время выявести строй. Значит, здесь лесна тебе нужна. Понял. Держи. Сон. Расслабец. Условно расслабиться. Лесорубы вырубили рощу. Какая жаль. Бери. Метательная склянка с кислотой. А вот это уже заявка. Так. У нас используются кровошипы, которые больше никуда не используются. Террария, странные грибы, два... Дешевые достаточно зелья, причем кровошип, я понимаю, что три штуки, но они больше нигде не используются. Вообще нигде, ни в одном рецепте. Поэтому это хорошая тема. Мы можем попробовать, например, использовать волосатый банан. А как он тебе поможет? Он мне поможет использовать палкактус. А вот тут хороший вариант. А если я попробую использовать кровошип? Кровошип меня перенесет, например, вниз. Правильно? Совершенно верно. Сильно мне это поможет? Ну, а вниз или вверх лучше? А вот хороший вопрос. Я думаю, что лучше сюда. Закинули. Дальше. Нам бы как-нибудь отправиться налево. Налево нас может отправить, к примеру, волосатый банан. Он достаточно сильно налево нас отправит, но какие еще есть альтернативы? Есть, например, огненный колокольчик. Хороший вариант. Еще один кривошип? Не думаю. Лавовый корень. Вот лавовый корень звучит как план. Особенно если мы доставим его сюда. Смотри. Дальше мы при помощи террарии сможем прокрутиться и вниз опуститься. Понимаешь? Ты понимаешь, что я делаю? Далее поехали. Посмотрим, что из этого получится. Так. Опа. Хорошо. Далее. мы проворачиваем вертолет. А надо ли его проворачивать? Он меня вперед перенесет достаточно сильно. А если тебе это не нужно было делать? Так. Давай без этого. Мне же нужно как-то туда зайти. Верно. Как? Мы можем, например, это сделать при помощи могильной пыли. Могильного трюфеля. Да. Могильного трюфеля. Или же вот отсюда при помощи волосатого банана. А оттуда при помощи гоблинского гриба. Да брось. Да это звучит как идеальный план. Это же сумасшествие. Сумасшествие не сумасшествие, а выглядит красиво. Знаете ли. еще прокрутимся. Гоблинский гриб для этого и создан был. Именно для таких задач. Видишь? Хорошо. Теперь нам нужно как-то опуститься сюда при помощи волосатого банана. Не можешь. Хотя было бы хорошо. Я не спорю. А там у нас уже есть один волосатый банан. А если без использования волосатого банана? Какие у тебя есть альтернативы? можно например использовать седло дриады. В конце имеется ввиду. Кровошип в конце. Палкактус чтобы использовать мне нужно ух че. Мы здесь кстати можем знаешь что сделать? Давайте я сейчас покажу. Красиво зайдем сейчас смотри внимательно. Мы сможем мы сможем на палкактус выйти я думаю попробуем хотя бы. Смотри 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 что делаю смотри что делаю палкактус нет нет на палкактус я не выйду но я могу выйти на палкактус плюс к примеру ветроцвет может может быть водоцвет водоцвет точно смотри я вставляю сюда палкактус вставил красиво идеально просто вот это мне очень нравится я все мечтал когда я смогу гоблинский гриб настолько идеально провернуть не 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 водоцвет не водоцвет извините огненный колокольчик конечно же и надо или его разминать пусть будет размят так в целом я не вижу мне кажется то что хватит даже вот сюда дойти посмотрим поехали варить смотри ты представляешь как классно гоблинский гриб рожден был для этого не хватило не хватило не хватило это правда надо учитываться а вот это похоже на правду похоже то оно похоже но это не оно во хорошо сколько мы потратили ресурсов раз два три четыре пять шесть семь ресурсов завершили плюс одно очко навыка есть 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 сто рецептов ребятушки наконец-таки мы это сделали боже как же это было тяжело но сто рецептов наконец-таки нам дали потрясающе просто потрясающе на самом деле шестидесятый уровень ты получаешь а потом ты получаешь десять тысяч сверху это ужасно это обидно ой все завершизили ой боже еще одна кислота 63 всего но все равно побольше сколько здесь у нас тратилось а здесь тратилось 8 а здесь тратится 7 то есть мы и по количеству меньше и плюс видишь все по одному что неплохо мы тем самым размазали немножко но здесь используется кровошип который на полном серьезе больше нигде не используется поэтому это хороший рецепт в целом держи друг красиво так старичок так беру 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 опять я без денег ну что поделать ну 37 тысяч потихоньку иду и ладно так нужно незаметно проникнуть в одно помещение нужен нужна кислота вот как раз свежий свежая кислота хорошо лесорубы вырубили рощу не проблема у нас есть альтернативный рецепт глубокая река только лед только при помощи льда переходит через глубокие реки ну такова традиция ранение получил лечись у меня новый рецепт действует действует еще лучше прежнего так так что нам еще досталось 15 уровня репута мы сейчас получим 13 13 мы получим прям раз и получим сейчас получим запомни внимательно чат запомните 40 цена зелий у торговцев ингредиентов больше на 100% шанс скидки на товары больше на 15% шанс наценки на товары меньше на 15% штраф за отказ минус 7 все хорошо покажи товары свои хорошо поехали а этот плохо да что нереально с моей реакцией не ребят с моей реакцией это просто нереально извините ну вообще нет ну нет такие маленькие ну тяжело видишь действительно тяжело боевое метательное зелье носящий урон держи господи никто его не купит сволочи ладно боевое метательное зелье носящий урон например зелье огня к примеру держи вот и хорошо в амбаре поселились крысы есть альтернативный яд который работает еще лучше чем предыдущий вырубили рощу лесорубы на на восстановление рощи раз два колдовские грибы сюда кстати колдовских грибов ты смотри какое количество набралось видишь я альтернативные рецепты сделал и уже хорошо правда я без денег остался у меня 35 тысяч только что было 37 молот обладал силой грома а сила грома у нас есть улучшенная слушай всего тройка тут мы тратим 5 а тут мы тратим 3 прекрасный рецепт я вообще так обрадовался грому если честно молнии восстанавливающие магические силы есть такое так грибочек галлюциногенный скушал приятного тебе аппетита и приятного аппетита кто кушает хамяч лопает трапезничает ребят все продаем вот это отправилась ночью в лес собрать травы вот зелья света давайте тоже альтернативные зелья такие будем запихивать еще нет так господи у меня остался некромантия альтернативная света а света дофига но пусть будет альтернативный альтернативный каменная кожа точно нужна альтернативное зелье богатого урожая богатого урожая я бы даже сказал так ей нужно зелье света зелье света прекрасно делается из двух попок а если без попок обойтись ты можешь как-нибудь сделать так чтобы получилось за два хода да как я тебе сделаю при помощи кровавого рубина кровавый рубин ты хочешь использовать вместо попки да попка лучше тут верно тут правда но попку без вариантов правильно одну а без попки без попки слишком дорого выйдет потому что мы можем мы можем мы можем например использовать слушай а правда мы же можем мы можем что мы можем использовать то что мы можем например лавовый корень нам поможет в этом деле. Смотри. Мы используем лавовый корень вот куда-то сюда. Правильно? А хватит ли расстояния? Давай померяем. Нам нужно вот такое расстояние. Правильно? Верно. Если мы используем это... Хватает! Сумасшедший. Да. Хватает. Ну, правда, хватает. И чисто вверх. Чисто вверх. Красиво. Может проканать. Альтернативное зелье света, ребят. Серьезно. Такое же дешевое. Такое же эффективное. Ну, другое. Опа! Красиво. Троечка. Все. Сохраняем рецепт. Завершаем зелье. У нас дополнительное зелье света. А вот теперь их 174. Понимаешь? У нас и тут их 99. А тут 174. Боже. Это великолепно. Так. Держи, милая моя. Бам. Да. Сегодня день идеальных рецептов. Тут я с тобой просто согласен. Так классно. Я не знаю, ребят. Мне нравится придумывать вот эти альтернативные рецепты. Но с одной стороны душка есть небольшая. С другой стороны прям ничего так. Огромный овраг. Огромный овраг. Либо 93, либо 93. Да давай потратим уже наконец колдовской грипп. Чё стесняться? Согласен. На, прыжок тебе. На. Так. Невидимый. У нас есть зелье 73, есть 94. Давай в 94 выйдем. А 73 почему нет? Тут же 4 ингредиента. А потому что здесь путеросли нужны. А вот в путерослях как раз и есть проблема. Понял тебя. Так. Смазать стрелы, чтобы замедлить дичь. Это потребует себе зелье замедления. У нас есть новый рецепт зелья замедления как раз. Метательное зелье наносящее урон. Слушай, а если мы например попробуем... А есть у меня какой-нибудь... Вот такое вот если зелье. Не, ну здесь свет. Свет богатый урожай. Не то. Не то. Слушай, а вот это вот не пойдет тебе? Не пойдет. Я тебя понял. Говна ты кусок просто. Это либидо лечением. Лечение некромантии. Отравление и кислота огонь. Прям отравление и кислота огонь. Прям отравление и кислота огонь. Попробуем сварить. Чисто из любопытства, ребят. Хочу посмотреть. Можно ли отравление и кислота огонь. На. Что-то более качественное. В смысле более качественное, мужик? Иди в жопу. Урод. Все. 37 вернул свои. Огненные стрелы. Понял. Нужен огонь. Огонь это не проблема. Держи. Популярность величайшего алхимика. Сюда. Плюс 50% к цене зелий. Вот. Я говорю сразу. Увеличился штраф за отказ или уход посетителя. Плюс 50% к цене зелий. То есть цена на зелий увеличилась. За счет чего мы быстрее сможем теперь зарабатывать бабки. Класс. Либидо нужно. А некротическое лечение либидо тебе не нужно? Я думаю, что нет. Так, хорошо. Либидо. 92. Поехали. Бам. Бабки зарабатываем. Поранился. Поранился он. Говорит. Ну-ка, ну-ка. Лечим. В пещеру незамеченным. Да, есть зелия невидимости. Достаточно много я их могу сварганить. 525 оно уже стоит. Просто по умолчанию. Понимаешь, даже торговаться не нужно. Кайф. Торговаться мы и не будем. Потому что нам репутация... Я не знал, что нам столько нужно. Я думаю, 10 уровень репутации максимально в игре. А тут раз... Здравствуйте, а не хотите 15-й? Нет, не хочу. А придется. Вот так. Так и живем. Хорошо. В прошлый раз гном меня оббул, конечно, сильно. Банда головорезов исчезнуть. Есть. Интересно, когда появится с каменной кожей, с некромантией? И с урожаем? Это три зелия, которые мне нужно переделать. Левитация дорогая. Она реально дорогая. А заглушить страх и боль. Это вообще изич. Камни, кстати, тратим. Ну и хорошо, что тратим. К нам гном постоянно приходит. Стоп, мне показалось ли, дед два раза за день пришел? Чат. Дед пришел два раза за день, мне не кажется? Нет, первый был гном. Значит, кажется. На высокую башню. Прыгай. Одинаковое количество. Хотя рецепты разные, с разными ингредиентами. Напали разбойники. С ними справился, но тебя тоже зацепило. Маслину поймал, значит. Держи. Восстанавливающие магические силы. Держи. Можно не закрывать, кстати, а сразу переносить. Крысы. Ядом передай их. Если кажется, креститься надо. Вот-вот. Ну просто тоже с бородой был, понимаешь? И я подумал, о, один и тот же. Нет, не один и тот же. Это просто был гном. Он тоже с бородой. Все, берем это. Торгуем. Да, я понимаю то, что деньги так не особо идут. Да и наплевать. Они все равно идут в плюс, ребят. В этом-то солюшка, понимаете? Деньги все равно идут. Ночью не можешь уснуть. Так. Вырастай. Ой. Торг я не хотел. Не хотел торг. Ну ладно. Так. Траф насобирала. Давай. Раз. Два. Чисто со скидку беру. Следующий. 38 тысяч. Видишь? Потихонечку, помаленечку. Но мы зарабатываем. Но правда потихонечку и правда помаленечку. Ничего страшного. У нас еще репутацион. Так что у нас все в порядке. У нас деньги все равно быстрее, чем репутация. Доберутся. Бессонница. Ну значит, муж у тебя. Молодец. Высокая башня. Прыгай. Женщины. Ну вот напьются. Понимаешь? Зелья либидо. А потом женщины приходят, что у них бессонница. Неудивительно. Продолжение следует... Продолжение следует...